Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, дорогие друзья. Начинается программа «Встретились, поговорили». Как мы и обещали, как на протяжении нескольких дней мы анонсировали по радио, в нашей студии, помимо того, что Олег Пекай и Александр Шунин, мэр города Мартин Шстакис. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Господин мэр, мы получили массу вопросов, разумеется. Это было ожидаемо и прогнозируемо, как только проанонсировали интервью с вами. Более того, они продолжают поступать. Но хотелось бы начать с нескольких, так сказать, программных вопросов. Так мы и поступим. Давайте. Значит, прежнее руководство города видело Ригу, то, что они называли метрополией Северной Европы. И достичь этого планировалось буквально в ближайшие годы. А как вы могли бы охарактеризовать идеальную Ригу будущего? Ну, эталон у нас остается то же самое. Это как раз двигаться в сторону Скандинавии, современной метрополии, как получается, земель Европы, Северной Европы. Так что я другое, конечно, даже не вижу только в эту сторону. Решение о программе развития Риги 21-27, ну, это год 21-27, было принято еще в ноябре 2018 года. Вы вступили в должность только 2 октября 2020, так что задолго до вас. Но вчера на заседании Комитета городского развития было решено ее передать на рассмотрение на саму Думу и для общественного обсуждения. Широкими мазками, о чем идет речь в этой программе и каковы ее основные приоритеты? В программе 9 основных пунктов. Все эти пункты можно найти в любой программе, в любой партии, которая в вышкодуме. Это, конечно, двигаться, чтобы Рига была городом, где приятнее жить, отопился от вида, насчет замасса эмиссии, как это будет? Низкой эмиссии. Низкой эмиссии. В социальной сфере образования и так далее, и так далее. Я это вижу как такую карту, как Рига будет развиваться в ближайшие 7 лет. Там еще к этой карте добавлены последние актуальности, которые Риг будет. Это, например, проект Реал-Балтика. То, что еще поменялось, это больше амбициозные планы к движению климатной нейтралитета и энергоэффективности. Это тоже дополнительный. Но там есть такие проекты, которые, наверное, все-таки уже, которые свою актуальность, может быть, уже даже теряют. Как, например, этот самый ZML Corridors, который, северный коридор, который, ну, вряд ли найдем 1 миллиард для такого, даже там есть 4 миллиарда такого проекта. Но все равно, так же, как Рига никогда не будет готова, так этот АТС и Беспланс, он всегда будет в процессе развития. Я думаю, что самое главное сейчас его принять и двигаться дальше, потому что много инвесторов, они ждут этот план. Он был остановлен, и поэтому, что в процессе COVID-19 было неясно, вообще процедура, как можно его принять. Сейчас министр Кабинец принял решение, что АТС и Беспланс можно принять и по дискуссиям, которые в отдаленном режиме, ну, от АТС и Беспланса, пока, например, территорий Аспланс можно только, если люди собираются вместе и обсуждают уже клады. Очно. 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 Кстати, предварили буквально следующий вопрос, потому что в течение предыдущих 10 лет Рижская Дума являла собой своеобразное зеркало Сейму. Позиция здесь, оппозиция там. И наоборот, после последних выборов ситуация сравнялась. И как изменилась коммуникация и сотрудничество, соответственно, с правительством? Ну, вот буквально на днях один из ваших замов, если можно выразиться, вице-мэр, Кирсис назвал Ригу самым бедным городом Латвии. Учитывая, что как бы идеологические, политические платформы сейчас и в Рижской Думе, и в правительстве у большинства в Сейме одинаковые, может ли речь идти, например, о каком-то перераспределении налогов, о другом сотрудничестве с государством на пользу столицы? И результаты первые мы уже видим. Тот же самый Риг с мобилитатспланцем, он не был бы, если у нас не было вот такого сотрудничества с государством, с правительством. 300 миллионов, которые будут именцированы только в Риге. 150 из этих половин будет делать Ригская Дума, вторую половину Латвии сделаешь. Наша сторона будет 6 мобилитатспунктов, то есть парк-н-райд системы, где можно будет оставить машин, 64 километра велосипедусло, эти велосипедцели, велодорожки, из них только 20 в Риге, остальные будут пи-рига, чтобы тоже им была мотивация в сторону Риги ехать не только на машину, но и на велосипеде. Новые автобусы, новый метробус, который уже много говорили. А Латвия сделала, будет делать новую линию в сторону Балдырая, чтобы ехать на поезде, и будет тоже проект на один транспортный билет, на все транспортные средства. Так что в этом будут большие изменения. Второе, мы наконец-то, я думаю, последний проект был в Академии, строим новую дорогу, чтобы объехать центр города, Аустров-Магистрал, это Аустров-Магистрал. Первая уже работа на этом началась, мы получили грант еще на вторую часть. Грант – это день, в который вернуть не надо будет. Так что это еще плюс, сколько получается, 34, по-моему, миллиона. Так что мы так в целом смотрим, что программа, которую мы сейчас получили, сотрудничать с правительством, примерно 220 миллионов. Что мы можем уже реально измерить то, что поменялось в этом. – Опять же, вы упомянули при Рижье, маленькие самоуправления вокруг столицы. Рига теряет жителей, в том числе, не будем брать тех, кто мигрирует, уезжают именно по различным вот этим сателлитам, мару, ПСА, Лоспилс и так далее. Даже специалисты по недвижимости об этом заявляют, да, действительно из Риги выкупают различные и дома, и квартиры в разных направлениях. Это все бьет по городскому бюджету. Чем меньше жителей, тем меньше денег в городской казне. За счет чего возможно восполнить этот потенциальный ущерб? Ну, в течение лет просто эта дыра будет увеличиваться. Учитывается ли это в ваших планах? – Рига теряла, и, наверное, что-то будет терять и впредь, но она и получает, потому что в Риге всегда будет интересно людям, где жить и работать. Ладно, может быть, многие из них не жители, или не те, которые зарегистрированы в Риге, они, может быть, в других городах, но живут в Риге. Например, всем студентам всегда интересно жить как раз в Риге. Мы не видим такого большого спада жителей в последние годы. Можно сказать, что она вот как-то уравнялась. Но, конечно, это вопрос, почему они уезжают. И один из ответов, и особенно те, которые жили в центре города, они хотят, чтобы жить в более спокойном среде, где меньше машин, где меньше шума, где меньше пыли. И поэтому мы задали вопрос себе и другим, а действительно это невозможно в центре города. Действительно, это возможно только при Рыже. И мы считаем, что ответ, что это такое возможно и в центре города, где машин становится меньше, где воздух становится лучше, и звука тоже меньше. Так что, ну, эти домашние работы сейчас Рига должна сделать. И думаю, что если мы смотрим в ближайшие 10 лет, то центр Риги, я думаю, в этом плане поменяется. Сразу вопрос просто слушателя. Его зовут Иван. Он живет в районе. Он говорит, господин мэр, я являюсь вашим избирателем, поддерживаю зеленую политику, развитие велоструктуры. Но мне прошу разъяснить некоторые моменты. Он говорит, что да, центр не должен быть в Цаурбрактове, жители центра заслужили чистый воздух, но не случится ли так, что жители районов, Плявников, Зепникаунца, Южного моста, у них ухудшится экология из-за того, что туда будут перенаправлены транспортные потоки. Вот он спрашивает, не произойдет ли так, что тем, кто живет в центре, будет лучше, а у нас будет ухудшиться ситуация. Это зависит от того, какое транспортное средство он выбирает. То, что я хочу, я хочу, чтобы тем, которые выбирают поехать в центр или в любую сторону Риги на общественном транспорте, они едут без пробок, быстро, удобно. Те, которые хотят ехать на велосипеде, это же та же самая система. Те, которые, конечно, хотят ехать с удобствами, быть одни в машине, слушать музыку, приятный, скажем так, осложненный воздух, то им, конечно, надо будет думать о том, что рек широко. Приоритет мы все-таки отдадим общественному транспорту, велосипедам, пешеходам, конечно, и другими системами. Конечно, моя задача, чтобы это произошло в балансированном виде. Например, если мы не хотим больших фур в центре города, мы строим дорогу, чтобы фурам надо было поехать по другим, как вот это восточный магистрал. Если мы хотим, чтобы люди больше выбирали общественный транспорт, мне надо сделать только общественный транспорт, который едет быстро, надо новые транспортные средства, чтобы было бы интересно поехать поездом и так далее. Ну, изменения должны произойти так. Но то, что в городе центра движение будет спокойнее, это не значит, что машин не будет, но они будут ехать меньше и медленнее. Насчет этого надо, конечно, считаться, что так и будет, да. Многие ваши решения, под вашими, я, естественно, подразумеваю не лично ваши, а ваши команды, они рассчитаны на, скажем так, откровенно, более молодую публику, при том, что население, опять же, статистически неумолимо стареет. Учитываете ли вы это? Ну, условно, что пенсионеры вряд ли поедут на велосипедах, чисто физически они не потянут. На данный момент примерно 47% жителей города едут на машинах, остальные половины примерно не едут на машинах, не едут или на общественный транспорт, или как-то по-другому. И наши пенсионеры как раз те, которые едут на общественном транспорте. Так что я не думаю, что это забота только о новых, молодых жителях города. Это раз. Второе, если говорить насчет транспорта, да, то это одно, но, например, мы были первые, которые повесили вообще наши затраты на социальную сферу, были почти 11%, это не было уже годами так. Так что это наше было первое решение как раз для них. Но я не знаю, когда в прошлом году мы первый раз попробовали вот эту пешеходную улицу Тарбатас, то одни из тех, которые самые позитивные ответы дали, что им это нравится, это был как раз пенсионер, который сказали, что наконец-то нам не надо ехать где-то за городом, чтобы посидеть просто на скамейке, но мы сейчас можем это сделать просто выхожая из дома. Вот, например, сейчас эти парклеты, которые поставлены на улице Тарбатас, на улице Базныцес, чаще всего это использует как раз пенсионер, который может просто спокойно посидеть, отдохнуть и идти дальше. – За время работы, опять же, новой команды сменилось руководство многих департаментов и муниципальных предприятий. Ну, на вскидку департамент транспорта движения, Ригас Мэжи, центральный рынок, даже Ригас Гайсма на днях. Уверен, что не все знали, что, в принципе, в городе есть предприятие, которое называется Ригас Гайсма. А кому-то может показаться, что идёт планомеренная зачистка кадров? Или действительно ситуация на этих предприятиях, в общем, всё везде настолько запущено, что нужно снимать руководство и ставить новое? – Ну, я верю, что 99% и, может быть, даже больше работников Риги – это патриоты и любят свою работу, любят свой город. И у меня такого списка, тех, которых надо уволить, нет и никогда не будет. У нас есть такие, были такие директоры, где у нас были разногласия насчёт тесиску Мэйл Таймэта. – Ну, правовые вопросы. – Да, потому что там были подозрения, что что-то не лекомикс происходит. Например, как бы Мэйл Комбитц-департамент, и у нас идёт насчёт этого же суд. Насчёт транспортного у нас не устраивал, как транспортная система Риги развивалась до этого. Мы знаем, что много было скандалов, и результат просто не устраивал. Мы знаем, что не только я и господину Шокову один раз, господина Рейнбаха, хотел его поменять. И насчёт предприятий, которые в Риге, как Рига Смежи и другие, там, ну, скажем так, если все предприятия, которые работают честно и делают свою работу, все продолжают это делать, и никаких изменений нет. Где мы точно знаем, что проблемы есть, и проблемы, ну, например, законом этой проблемы, там, конечно, сразу есть реакция. Из моих вопросов сейчас прозвучит, ну, то, что я назвал, программных, последний, и более детально будем говорить о жизни в городе. Не могу не спросить, очень интересно, по вашим определённым высказываниям и действиям, заметно, что должность мэра столицы вы воспринимаете шире, чем только хозяйственную. Ну, например, ваши акции в поддержку белорусской оппозиции. Почему вам кажется важным выступать с подобными заявлениями, и является ли это выражением вашей гражданской позиции, или выражением каких-то политических амбиций? Сэйм, место в кабинете министров, в Рижском замке. Нет, это не связано с моими политическими амбициями. Когда я поддерживал первый раз белорусов, помните, у нас был такой большой стоп-метровый флаг, много говорили, что это дело, потому что идёт выборы, но, оказывается, после выборов я поддерживаю оппозиции в Беларуси, так что я думаю, никаких стопизов в этом не должно быть. Я думаю, что мы страна, которая сама видела тиранию, видела, как издеваются над людьми, и мы тоже жили в режиме, ауторитетном режиме, и выбрались из этого, и сейчас живём в свободной стране, должны поддерживать такие же ценности в других странах. Это должна быть наша совместная, ну, наша позиция, не только как государственная, но и позиция города. То есть вы действительно видите функции мэра латвийской столицы шире, чем только хозяйственная деятельность, но и подобные вещи. Ну, как человеческие ценности, там, права человека. Я это не скрывал ни перед выборами, ни скрывая сейчас, что да, я поддерживаю оппозицию в Беларуси. И так же, как поддерживал, например, и то стремление к свободе, и, например, в Украине. Вот мы видим, что здесь приходят вопросы, волнуется человек, мы видим, что много магазинов в центре города закрыто, производство выводится за пределы, и спрашивает, ведь это всё отражается на бюджете Риги, на чём может заработать Рига, в чём причина вот этого. Я понимаю, что здесь как раз времена ковида, конечно, они достаточно усложнили жизнь, наверное, городской администрации. Да, но я должен сказать, что бюджет Риги не сильно пострадал всё-таки во время пандемии, потому что, например, налог недвижимости, мы исполняем почти на все 100%, у нас есть спад к юридическим лицам, и это понятно, потому что многие офисы закрыты, и есть трудности заплатить этот налог, но, например, частные лица этот налог заплатили, так как мы в бюджете это планировали, и, например, те доходы, которые едут и на окно-докласс, у нас идут по бюджету, и даже немножко лучше, который, конечно, задаёт много вопросов, как это может быть, и один из ответов, что всё-таки много людей, которые живут в Риге, работают не только частным сектором, но и государственным сектором, где всё-таки зарплаты не поменялись в это время, и то, что мы постоянно видим, что средняя зарплата вообще в Латвии и даже во время эпидемии всё-таки растёт, и это, конечно, тоже даёт нам дополнительные доходы, потому что больше заплачены налоги. Там, где мы теряли, это мы теряли по инвестициям, потому что на данный момент всё-таки здесь мы видим позитивные результаты. Сейчас будут сданы две огромные дома, которые по площади офисов, также новые дома строятся, квартирные дома, так что в этом плане ничего не остановилось. И я очень надеюсь, что вот эти дополнительные, много миллионов, которые мы сейчас получили из публичного финансирования, из фондов, тоже дадут такой, ну, грудный, толчок всей экономики, не только со стороны иной города. Мы заранее получили один из вопросов, касаемо как раз квартирных домов. Будет ли централизована решаться проблема замены лифтов в них? Ну, когда мы начали работу, здесь был огромный кризис насчёт как раз лифтов. Да, в лифте многие не работали, и фирма, которых обслуживала, даже отказалась их обслуживать. На данный момент, мы можем сказать, что все пошли лифт в Риге, ну, пошёл, да, и все, потому что он работает, и система, наконец-то, работает так, как она должна работать. Не один обслуживает, и мы должны всё время думать, как угодить ему, да, чтобы он был доволен. Но сейчас есть нормальная конкуренция, если кто-то не хочет работать, сразу берём других, которые хотят отработать. Менять лифты в домах, там, где Ригес нам парвал, они, конечно, смотрят, что самое актуальное, поменять лифт, поменять крышу, или какие-то другие задачи. Если приоритет номер один – менять лифт, то, конечно, те деньги будут очень поменять лифт. Так что на каждом доме, это очень индивидуально, что они хотят делать. А если это не РНП, и здесь можно, в принципе, с другим вопросом объединить, что, думаю, намеренно делать, чтобы стимулировать реновацию жилья? Ну, какого жилья? Частного? Частного. Ничего, потому что частное – это управление, самоуправление нельзя инвестировать деньги в частное… Хорошо, муниципальное. Ну, муниципальное, я думаю, что то, что так, сколько поменялось, то же самое энергоэффективе, это муниципальное за последние годы, примерно 80% всех домов, ну, салтинанс, утепление. И мы используем все программы, которые мы можем получить от государства, все почти школы, детские сады и так далее. Так что здесь как раз программа работает отлично. По поводу, кстати, утепления, здесь вопрос по поводу остекления на лоджиях. Люди волнуются, потому что многие остекляли лоджии, делали это, ну, самовольно, но в то же время, вот сегодня буквально у нас была программа «Климат-контроль», где вот ученый говорил о том, что в Финляндии вот это остекление лоджии очень сильно используется, потому что это и не только в холод, но и в жару помогает сохранить более прохладу, не нужно все время держать кондиционер, и это экономит электричество, и это, в принципе, достаточно полезно для энергоэффективности. Вот не будет ли все бояться каких-то наказаний по поводу, можно ли решить этот вопрос как-то цивилизованно, чтобы, может быть, был какой-то один проект по серийным домам, и люди могли остеклить, проголосовав за то, что они бы хотели остеклить лоджии, сделать это цивилизованно? Ну, вот как раз цивилизованно, это и есть ответ, потому что мы не против, мы против того, чтобы эти работы были несогласованы, и самым людям, им надо было бояться за свою жизнь. Например, вот как раз сегодня, только что вернулся с одного дома, который мы сейчас утепляем, в Саркандаугове, где упали две мужчины, которые курили на балконе, и мы снесли все балконы, построили там новые, чтобы они были надежными. Так что это, я думаю, основное, если люди это сами сделали, и даже эти работы не согласовали, ну, это не только против закона, но и опасно для них самих. Ну, и такие проекты, которые не опасны, и идут к этим целям, которые вы сказали, город всегда будет открыт этим. Нарушая правила, нужно всегда быть готовым к тому, что последует наказание, и у нас по правилам сейчас должна быть рекламная пауза, после которой мы обязательно вернемся и продолжим беседу с Мартин Шамстайкисом, мэром Ридой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова РАДИО БОЛТКОМА РАДИО БОЛТКОМА Продолжается программа «Встретились, поговорили» Мэр Риги, Мартин Штакис у нас сегодня в студии, и приходит очень много вопросов, и многие из них связаны с конкретными адресами, например, где-то затопило дом, из-за усиленных дождей образовались лужи. Вот куда обращаться, если такого рода, ну просто чтобы не отвечать на каждый такой вопрос, тут целый ряд жалоб пришло. Ну опять же, мы готовы их объединить, куда их передать? Да, в каждом случае, там надо смотреть индивидуальность, это дорога, это, конечно, круглосуточный бесплатный телефон, РИКС 200, Департмэкзи, можно звонить, информировать, если это отопленный подвал, то, конечно, надо смотреть, какой это дом и так далее. Но то, что я хочу тоже использовать в свое время небольшой рекламы, у Риги есть пять центров жителей, да, Апаклата, Айдзи, Апакаймедзи, вот это центры, это те центры, которые сейчас сделаны вместе исполнительной дирекции, исполнительной дирекции у нас были три, сейчас есть пять новых центров, много жителей этих центров даже пока не знает. Например, я вот позавчера говорил с центром Балдыра, и которые, они говорят, что да, много людей еще даже не знают, и они сами идут к людям и говорят, приходите к нам к своими проблемами. Они или решат эту проблему, или скажут, как это надо правильно решать. Там есть, например, даже компьютер с камерой, где они могут сразу соединить с чиновником, там, какого-то работника, какого-то департмента, и рассказать эту проблему и так далее. Я всем жителям Риги очень рекомендую найти свой ближайший центр, можно всю информацию на Ригсдом Смайслаб тоже найти. И, что очень классно работает, у каждого в этом центре есть свой фейсбук-страница, где люди сразу отправляют свои фотографии, потому что, может быть, это вопрос, который не только ему интересен, но и другим соседям, и они там отвечают жителям. Пока это очень хорошо работает, если это так будет идти, я думаю, таких центров будет не только 5, но и 10. У них вся информация, наверняка, можно ее найти о контактах на Риге ЛВ. Это один. Второе, да, мы следующие две недели поедем по, по-моему, 8 или 10, 9, да, по микрорайонам города, центр, Даугу, Гори, Виманта, Юга, Литя и так далее. Посмотрите тоже эти числа, когда мы там будем. Я не буду один там, я буду вместе с департментом, вместе с там, Рига Снамопарвел, и так далее, и многие вопросы вы можете сразу решить, может быть, там, так что приходите и задавайте эти вопросы на этих встречах. Ну и сразу тоже скажу, эту информацию, конечно же, мы разместим у себя на портале Микснюс ЛВ. Спасибо. Продолжим, пробежимся еще по вопросам, которые мы получили, и продолжаем получать. Многомиллионные долги РНП, что будут с ними, учитывая, что в этом сезоне отопительном цена еще подрастет, ну, наверное, долги тоже увеличатся за счет этого. Да, вы мне спрашивали насчет муниципальных приятий, да, как Рига Смежи, вот, я могу назвать три, по которым работаю, я довольно доволен. Сейчас новое, новое пробление, это как Рига Смежи, который на три раза сейчас повисил свои результаты, Рига Сатекс, которая очень много денег нашла, где найти по всяким интересным, странным сделкам, которые заключили сейчас договора, и третье, Рига Снам порвана, если только что вернулся к встрече, и у них довольно хорошо сейчас идет как раз работа долгами. Одной из причин это то, что мы сейчас готовы не выставлять эти проценты Макс, а мы только надо заплатить эту основную сумму. И поскольку долги становятся все-таки меньше, ситуация улучшается в этом. Но долги огромные, и к сожалению предыдущие года немного насчет этого работало предыдущее правление, и вот есть как раз эти старые долги самая большая проблема. 22% долгов это люди, которые умерли, или Макс от Неспей. Ну да. То есть от них уже невозможно никаких денег больше получить. Но то, что я могу сказать сегодня и сейчас, отопление будет подключено вовремя, и у нас будет ряд всяких мер, которые мы приняли, чтобы людям помочь в этой ситуации. Ну, здесь и социальная помощь, здесь контакт и коммуникация с жителями, если, например, есть долг все-таки звонить, говорить с этим человеком, какие у вас проблемы, знаете вообще, какую помощь получить, чтобы платить. Я думаю, что мы продолжим практику, когда не надо будет платить штрафные проценты, и продолжим это, зная то, какая ситуация будет, и ряд других шагов, которые мы сегодня обсудили с риг с нам порванных, чтобы помочь жителям. Вот здесь сразу спрашивают, есть ли какой-то контроль над управляющими компаниями, куда можно пожаловаться, потому что мы периодически говорим о том, что вроде бы такой возможности нет, можно просто сменить управляющую компанию, если жильцы недовольны ее работой, но надзирает ли кто-то в Рижской Думе за их деятельностью? Знаете, я сам получаю в день где-то 80 писем, да, и не все могут ответить, но я всех их отправляю, ну, скажем так, дальше, если, например, эта жалоба насчет Рига Смежа, то Рига Смежа или там ответственные персоны в деле, но, опять же, говорите больше своим координаторам этого АПК, МСЕД, и вот этот центр, потому что, не знаю, может быть, и была такая система, что только когда пожаловался председатель, что-то поменялось, я вот сам такую систему не очень в этих на местах, на местах, да, и опять же, тоже, вот эти наши поездки на эти 9 микрорайонов, это как раз выйти из наших кабинетов, быть ближе к людям и услышать эти жалобы, эти вопросы их решать, я сам тоже примерно, ну, по закону раз в месяц у меня встреча должна быть с жителями, но я сам стараюсь тоже принимать жителей и на счет этих жалоб говорить и чаще. Ну да, чтобы не было из-за протекающего потолка сразу президенту писать письмо, хотя спрашивают, вот все-таки можно ли обратиться к вам напрямую, каким образом это сделать? Ну, как я уже говорил, раз в месяц есть возможность встречи с миром, ну, пишите письм, если письмо приходит, ну, мы не уделяем ни одно письмо, оно всегда по адресату отправлено дальше, но опять же, я верю, вот эти центры одной остановки, если так можно сказать, да, что не надо ждать 3-4 месяца, пока у вас будет, например, возможность со мной встретиться, если у вас, не знаю, или Балдыря, или это Пурциемс, или вот здесь улица Смилия, Пардогова, есть ваш координатор, который, может быть, ваши проблемы решить намного быстрее и намного активнее, чем это может быть я решу так эта система должна работать. А предусмотрена ли при утверждении проектов городского развития функция аудита проектов? Каких проектов вы думаете? Рассматриваемых любых? Столбики, велодорожки, не знаю, внедрение каких-то новых идей? Ну, например, насчет новых проектов, которые на Сатексме мы сейчас сделаем консультативно по дому, в этом совете есть скорая помощь, служба спасения, ЦСДД и так далее, и все новые проекты сейчас проходят через вот этот совет, чтобы если есть какие-то ошибки, эти ошибки мы могли уже там понять, а не так, что они сделали на улице, только когда мы понимаем, что что-то работает не так. Вот такой совет уже работает примерно месяц, и первые результаты мы уже видим. Насчет больших проектов, у нас сделан сейчас стратегический проект «Узравдзейбесподомы», извините, не смогу перевести это на русском. Честно говоря, мы сходу тоже не сможем перевести, но смысл ясен. Да, это тоже совет, который должен идти через… Совет по стратегическим проектам. Проектам, которые и все проекты после какое-то времени должны пройти к этому совету, где мы смотрим, соблюдены ли все термины, нет ли ситуации, что объем денег вдруг становится намного больше, чем он был планирован, и так далее, и так далее. Так что это не только была наша инициатива, но это была инициатива государственная и правительства, потому что они сказали, что вы должны больше следить за своим проектом, чтобы не было такой ситуации, как она была в предыдущие годы, что многие проекты просто не были осуществлены или были осуществлены на не очень хорошем уровне, потому что не было таких советов, которые следить за этим. Очень много вопросов о мусорной реформе, и здесь в основном беспокоятся жильцы, и мы периодически тоже в нашем эфире сталкиваемся со звонками слушателей, что часто нет места для размещения контейнеров для раздельного мусора, и очень беспокоятся в том, что с бытовыми отходами, которые разлагаются, создают вонь, часто ставят контейнеры под окна первых этажей, или второго этажа, они чувствуют эти запахи, спрашивают, что делать, каким образом можно цивилизованно решить эту проблему, и крупногабаритный мусор спрашивают, каким образом убирать. крупногабаритный мусор вообще не должен быть там, где он очень часто стоит, потому что если вам надо свой диван или старый морозильник выбросить, не надо зеленым контейнером, но надо заказать специальный контейнер для этого. Те, которые это не делают, они ставят просто около этих, и потом они стоят там долго, пока или через муниципальную полицию, или по другим все-таки находим, кто это будет убирать. Или много ситуаций сам потом просто убираем, потому что это становится критическим. Так что это, конечно, люди должны заботиться о своей среде. Но последний месяц мы сделали много новых, поменяли эти сайты, как раз насчет отходов, где они должны стоять, какие должны стоять, если места нет, то какие контейнеры стоят там, где места мало, какие контейнеры должны стоять там, где место позволяет. И сейчас как раз новые правила насчет этого сделаны. И сегодня Габрел Ригас нам парал насчет наших домов, они сделали тип вейда решения, чтобы они были под крышей, то есть такой маленький домик, специально сделан только для мусорных контейнеров. У нас как раз недавно в эфире был представитель Акабалтия вида и говорили о том, что вот-вот появится типовое решение. Да, типовое решение есть, оно сделано, сейчас под этим будет уже массовая продукция пойдет. Много вопросов касаемо велодорожек, что вполне понятно и естественно, но не насчет самих даже, а о культуре. Велосипедисты, которым, ну или там, кто на электросамокатах перемещается, выделены специальные полосы, их становится больше, это все хорошо, красиво и правильно, но почему-то все равно в массе эти ребята перемещаются по тротуарам. Планируется ли какая-то разъяснительная работа, воспитание вот этой культуры? Я сам тоже, поскольку почти каждый день еду на велосипеде, не было такого по-моему дня, где я сам бы не остановился и сказал, слушай, ну вот мы сделаем, тебе велодорожку, почему-то не мне больше ехать здесь. И ответы разные, есть такие, которые, ну, просто не умеют себя вести и просто это, куда хочу, туда еду, да. С этим, конечно, наверное, все-таки поможет только муниципальная полиция и надо просто с ними, я думаю, другого разговора нет. Но есть такие, которые говорят, мне, я боюсь ехать по велодорожке, потому что я не чувствую себя там безопасно. И вот нравится, не нравится столбик и другие решения, но это одно из вариантов, как все-таки сделать велодорожки более безопасной и особо этой семьи, которые едут с детьми, которые все-таки вот хотят ехать по тротуару, потому что они чувствуют себя более безопасными. Так что я думаю, что улучшение и в этом среде поможет нам, потому что, например, если мы посмотрим тоже на самую улицу Ланч Плэша или улицы Брунин, где, я думаю, что очень сейчас безопасно ехать с велосипедом, там все-таки на тротуарах едут намного меньше. А, например, если, например, посмотрим улицу Барона, где я тоже часто еду, где велодорожка вообще-то официально даже нет, это не велодорожка, это просто... Совместного пользования. Ну, там реально люди боятся ехать. Ну, я чаще всего на сколах таких вижу, я потому что чаще всего по сколах хожу. Хорошо, ответ понятен, приняты про столбики, сами начали про столбики. Опять же, ну, и про количество, и про стоимость и так далее, но был вопрос насчет зимы, останутся ли они зимой и как убирать снег с тех самых велодорожек, в том числе, хотя минувшая зима показала, что тротуар не чищен, велодорожка почищена. Столбики и снег. Как планируете решать вот эту пару? Да, ну, столбики уже в Риге семь лет. Первый столбик я помню, поставил господин Фальков, который был тогда руководителем комитета транспорта, и за эти семь лет они показали, что они эффективны, то есть в случае, например, смерть, которая на пешеходных переходах намного сократилась. Есть столбики, которые останутся там, где они есть, есть столбики, которые уберутся, например, столбики, которые на улице торбятся, это только на время, чтобы потому что там сейчас стоят эти пути-плоды, как это... Цветочные кашки, да, очень большие. Да, когда они оттуда исчезнут, конечно, это, наверное, будет в сентябре, и оттуда и снова больше не будет. Есть такие, которые сейчас поставлены, они, может быть, там будет лет, может быть, два, может быть, ну, или какой-то другой срок, и потом они будут переделаны на какое-то другое решение, уже такое более стабильное, более, ну, илглайцегак, потому что если, например, мы видим, что есть где-нибудь, ну, так называемая черная точка, где есть много аварий, или пешеходы потерпели в каких-то авариях и так далее, то, конечно, столбик помогает это сделать быстро, мы это можем сделать на 2-3 дня, но это не значит, что они должны там остаться навечно, там надо, наверное, переделать или тротуар, или переделать свою улицу, это уже проект, согласование и так далее, так что в каждой ситуации эта работа что-то по-другому. Снег. Как снег убирать между столбиков? Ну, не всегда между столбиков надо убирать снег, если, например, тротуар почистен, почистена велодорога, и сама дорога чистая, я не вижу больших проблем, если там и стоит снег, но, как мы видим, и в многих ситуациях решение нашли. Там, где вот проблемы были, как раз были те улицы, которые еще не были одни в эксплуатацию, например, та же самая улица Чака, которая еще в этих улицах, где улица не отдана в эксплуатации за очищение снега, и вообще отвечает еще тот, который строил дорогу. И как раз там мы видели вот эти места, где снег не был почистен. Там, где были мониоэпециальные, были трудности, могу признать, но техника для этого есть, чтобы снег можно было там убрать. Еще один вопрос был связан с тем, что остановки общественного транспорта, вот можно ли было их оборудовать такими карманами, вот как в кавычках, за счет улезания тротуара, чтобы транспорт, заезжая в этот карман, не тормозил поток машин. То есть вот на улицах Чака, Бриви-Базгатве там ширина тротуара позволяет заезжать общественному транспорту в такое углубление и ну вот это могло бы уменьшить заторы, спрашивают. Ну пространство пешеходов мы не будем отбирать. Все-таки самая большая часть тех, которые передвигаются в Риге, это пешеходы. Даже авто, те, которые наедут авто, тоже куда-то авто ставят и потом идут пешком. Так что наверное таких решений не будет. Ну улица Чака, там будет изменение уже в ближайшие 2-3 недели. Там останется только одна велодорога в сторону центра, а обратно на другой стороне будет полоса для общественного транспорта. Потому что единственный минус, который мы видели в улице Чака по тому решению, которое он был, это было то, что примерно на 6 иногда даже 9 минут было и 2 часа в день это было с до 7 до 8 и от примерно 5 до 6 вечера медленнее был общественный транспорт. Потом будут такие изменения. Изменения касаемые дорог проезжей части речь идет в основном о сужении об изменении количества, об уменьшении количества полос для автомобилей. И проекты, которые касаются ну скажем улицы Брибас, Вантового моста, такие стратегические места пугают жителей прям скажем пробками своими будущими. Особенно от Вантового моста. Если сузить до одной полосы там и сейчас в общем-то утром стоит в лучшем случае от архива, а то и от Калансомела квартал в сторону центра. Что же будет, если будет велодорожка, полоса общественного транспорта и только по одной полосе в сторону центра на частных автомобилях можно будет? Такое решение наверное там не будет, потому что все-таки мы понимаем разницу между таких улиц, которые транзитные улицы и улиц которых можно делать изменения. Но все равно я считаю, что общественный транспорт не должен стоять в пробке вообще. Если он будет стоять в пробке как стоят в машине, то мотивации перейти на общественный транспорт или жителей никогда не будет. Да, многие эти изменения иногда работают не только поменять свои парадомы. Привычки очень это занимает время и это нелегко, я понимаю. Но мы приоритет все-таки будем давать общественному транспорту. Вот как раз вопрос планируются ли стоянки для автомобилей, для личных автомобилей, чтобы можно было передвигаться на транспорте затем по центру города, где они могут быть? Да, шесть таких будет в ближайшие два года. Мы должны уже начать строение уже в этом году у границы Риги и не только. И они наконец-то будут соединены общественным транспортом и с поездом. Они будут около поездных этих остановок, чтобы вы могли остановить машину бесплатно, перейти на например поезд, и через семь минут вы будете в центре. Если будете на машине ехать, то считайте, это вам наверное займет 20 минут. Если это будет удобно, быстро, дешево, я думаю, что многие будете использовать эти мобил Рига ЛВ и конечно на Микс Ньюс ЛВ, а все это говорю к тому, что, к сожалению, наше эфирное время закончилось, нам пора прощаться. Кспенстагис, огромное спасибо, что нашли хотя бы час прийти и пообщаться, ответить и на наши вопросы, и наших слушателей. Спасибо вам, что пригласили, спасибо всем слушателям. Приходите еще. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин